Добрый день. Пожалуйста, слушаю. Продолжение следует вести КВМ контекста проведения восточно-экономического мурова. Удалось ли, на Ваш взгляд, здесь начать точки роста и какие-то ростыки отбываются? Точки роста здесь всегда были, имея в виду огромный потенциал региона. Наша задача не просто найти какие-то точки роста, а создать общий благоприятный климат, деловую среду для развития экономики и социальной сферы Дальнего Востока. Люди здесь живут очень талантливые, энергичные, деятельные. Нужно просто помочь создать необходимые условия. И вот сегодняшнее мероприятие, форум дальневосточный экономический, конечно, один из шагов в этом направлении. Но самое главное, это то, что было сделано в предыдущее время, в то время, когда мы обсуждали проблемы развития Дальнего Востока и принимали соответствующие решения. Я о них только что сказал, выступая на форуме, еще раз повторил. Это территория опережающего развития, это льготирование ставок по кредитам, это свободный порт Владивосток и целый набор других мер поддержки. Мы очень рассчитываем на то, что все это будет работать. Но уже сейчас, судя по объему заключенных контрактов и сделок, подписанных прямо в ходе этого форума, можно говорить о том, что все эти меры поддержки работают. И очень рассчитываю на то, что это принесет ощутимый результат в самое ближайшее время. Да, пожалуйста. Да, Владимир Владимирович, здравствуй. В последние два-три дня вы были как китайцы, начали в Куту и с девушкой главным событием это было включение в 20-20 сентября или окончание данной главной войны. Как вы, какие у вас впечатления от прошедших вы снятия, контактами с коллегами, с генералами и так далее, не происходит ли некое размывание вообще смысла, значения исторических данных? Вы знаете, мы все, по-моему, являемся свидетелями попыток такого размывания, значимости событий, о которых мы говорим, в данном случае событий, связанных со Второй мировой войной. К сожалению, это происходит и в Европе. Примерно такие же тенденции мы наблюдаем и в Азии. Но очень важно для всех нас, для всех тех, кто боролся с нацизмом, с милитаризмом, поддерживать истинное значение в сознании всего человечества того, что было сделано в борьбе с нацизмом и милитаризмом. И, на мой взгляд, наши китайские друзья проведением таких масштабных мероприятий, связанных с окончанием Второй мировой войны, действуют именно в этом направлении, в правильном направлении. Они поддерживают и у своего народа правильное понимание значимости борьбы с подобными явлениями. Смысл только в одном – чтобы ничего подобного больше в истории человечества не повторилось. Мы со своей стороны делаем и будем все делать для того, чтобы правда о Великой Отечественной войне, правда о тех, кто отстоял нашу независимость, свободу, кто принес свободу народам Европы, осталась не только в умах, но и в сердцах и наших граждан, и граждан других сторон. Ну а сами мероприятия, я так понимаю, что вы присутствовали, они, конечно, носили в Китае такой масштабный характер, и чувствуется, что не только руководство Китая, что китайский народ очень бережно относится к памяти о том, что сделали предыдущие поколения для освобождения своей Родины. Вы знаете, наверное, что мы публично ведем эту работу, и правительство ведет публичную работу. Я регулярно встречаюсь с экономическим блоком правительства. Мы только что с председателем правительства обсуждали это в Сочи, очень подробно все вопросы подобного рода. У правительства есть набор мер, предложений по поводу того, что и как нужно делать в подобных условиях. Ничего необычного для нас в этом нет. В целом мы уже проходили ситуации подобного рода в 2008-2009 годах, да и в предыдущее время тоже. Набор мер поддержки экономики, бизнеса, он известен, выработан. Вопрос только в том, какие инструменты и в каком объеме включать. Но, и я вот сейчас на форуме об этом сказал, наша генеральная линия заключается в том, чтобы не просто, скажем там, палить наши резервы или использовать исключительно бюджетные источники для поддержки отраслей производства либо отдельных предприятий. Генеральная линия заключается в расширении свободы предпринимательства, в разбюрократчивании нашей системы экономической, в улучшении системы принятия решения, бизнес-климата. Вот это вот генеральный путь развития вообще, и в данном случае в частности. Вообще в условиях кризиса всегда лучший ответ – это расширение свободы предпринимательства. Вот в этом направлении мы будем и действовать. Но вместе с тем не избежать, конечно, и точащих мер поддержки отдельных отраслей производства, рынка труда, социальной сферы. При этом, повторяю еще раз, будем действовать очень аккуратно, исходя из требований рынка. Центральный банк достаточно эффективно реагирует. Что касается владельности цен на энергоресурсы, на товары нашего традиционного экспорта, ну да, это имеет место быть, но это от нас не зависит. Это зависит от процессов, которые происходят в мировой экономике в целом, на азиатских рынках. Кстати, и здесь мы с китайскими нашими друзьями обсуждали. Ничего драматичного мы здесь не видим. Думаю, что эти корректировки биржевые, они вполне были ожидаемыми. И это так или иначе, конечно, отражается в конечном итоге и на ценах на энергоресурсы. Но не только это. Это и в известной степени производство энергоресурсов, выход на мировые рынки новых игроков с приличными объемами, в том числе ожидаемые, во всяком случае, выходы, скажем, Ирана. Но, на мой взгляд, это все естественный процесс, мировая экономика, в том числе энергетический сектор, должны развиваться естественным путем, в нормальном состоянии находиться, а не под давлением каких-то внешних или политических факторов. Все это примет уверенно, просто абсолютно нормальный, естественный характер. Российская экономика, я считаю, уже практически приспособилась к этому. Есть еще, конечно, элементы, на которыми нужно будет работать, причем и правительству, и бизнесу, бизнес-сообществу. Мы так и будем поступать. То, что правительство переходит в этих условиях к годичному бюджету, считаю абсолютно оправданным, потому что нам трудно определить, наверное, просто невозможно определить, как будут вести себя мировые рынки в современных условиях, и как это будет отражаться на доходах бюджета, федеральных бюджетов и бюджета регионов. Поэтому, конечно, контрольные цифры на последующие годы, на второй, на третий год, они все равно будут правительством прогнозироваться, мы будем это учитывать. Но в этих условиях более или менее точно определить, что будет происходить и как нам на это реагировать, можно на год. Я думаю, что правительство правильно и делает, что переходит к этому годичному бюджету, и буду просить в парламент такой подход правительства поддержать. Ну, а что касается наших обязательств социальных, конечно, то будем делать все для того, чтобы эти социальные обязательства были исполнены. Я хочу напомнить, что в соответствии с Минскими соглашениями поправки в Конституцию Украины предусматриваются, но они должны быть сделаны в ходе обсуждения и диалога по согласованию с Донбассом, с территориями непризнанных республик ДНР и ЛНР. Ничего подобного, к сожалению, сегодняшние власти в Киеве не предпринимают, и никакого согласования этих поправок в Конституцию Украины не происходит. И это самая важная принципиальная вещь. Если мы говорим об исполнении Минских соглашений, напомню, поправки в Конституцию должны быть согласованы с Донбассом раз. Закон о выборах в органы местного самоуправления должен быть согласован с Донбассом, два. Должен быть принят закон об амнистии, три. Он не принимается. И должен быть введен в действие закон об особом статусе этих территорий. Он принят, но его введение опять отложено. Вот все эти четыре кардинальных условия политического урегулирования не исполняются, к сожалению, сегодняшними нашими коллегами в Киеве. Они просто не исполняются. Что касается этих трагических событий, то я считаю, что это вообще никак не связано с изменениями в Конституцию. Потому что всё, что сегодня нам предлагается в качестве изменений, носит абсолютно декларативный характер. И, по сути, структуру власти в Украине не меняет. Я сейчас не буду вдаваться в детали, поговорить с экспертами. Это всё лежит на поверхности. Просто то, что мы сегодня наблюдаем, это следующее издание политического противостояния на Украине. И изменения в Конституцию используются исключительно как предлог для обострения политической борьбы за власть. А прогноз, чтобы и дальше? Ну, это зависит не от нас, это зависит от самой Украины, от украинского народа. Как долго украинский народ ещё будет терпеть эту вакханалию. Но я уже говорил, скажем, то, что Украину поставили под внешнее управление, все ключевые посты в правительстве, а теперь ещё и в ключевых регионах, занимают иностранцы. Это, я считаю, что это оскорбление украинского народа. Что, на Украине уже нет порядочных, честных людей и грамотных управленцев, что ли? Ну, конечно, есть. Повторяю, это зависит не от нас. Как будет развиваться ситуация на Украине, зависит от самой Украины, от украинского народа. Владимир Владимирович, пожалуйста, давайте последний вопрос, пожалуйста, последний. Добрый день, Андрей Корзин, агентство ТАСС. Буквально последние несколько дней в Европе после встал кризис, связанный с беженцами. Ситуация достаточно напряжённая. Какова Ваша оценка происходящего? Почему это происходит? И как Вы считаете, что будет дальше? Вы знаете, мы говорили об этом уже много раз и давно. Я считаю, что это абсолютно ожидаемый кризис. Но вот если Вы вспомните, поднимите архивные какие-то документы. Мы в России, и Ваш покорный слуга, и я, в частности, несколько лет назад, мы так и говорили. Что будут большие, крупномасштабные проблемы, если наши так называемые западные партнёры будут проводить ту ошибочную, как я всегда говорил, политику, внешнюю политику, особенно в регионах мусульманского мира, в регионах Ближнего Востока, в Северной Африке, которую они проводят практически до сих пор. Что это за политика? Это навязывание своих стандартов, не учитывая ни исторических, ни религиозных, национальных, культурных особенностей этих регионов. Это, прежде всего, политика, конечно, наших американских партнёров. Европа слепо следует за этой политикой в рамках так называемых союзнических обязательств, а потом сама и несёт нагрузку. Я с удивлением смотрю сейчас на то, как некоторые американские средства массовой информации критикуют Европу за избыточную, как они считают, жёсткость по отношению к мигрантам. Но Соединённые Штаты не несут такой нагрузки с миграционным потоком. А Европа, следуя, слепо считаю, следуя американским указаниям, теперь несёт такую серьёзную нагрузку. Что, ну это вот я говорю не для того, чтобы сказать, что вот, ах, какие мы умные, да, и какие наши партнёры оказались недальновидные, не для того, чтобы кого-то пощипать, а нужно понять, что делать, что же делать. Ответ тоже очень простой. Первое, нужно вместе, я хочу это подчеркнуть, вместе бороться с терроризмом, с экстремизмом в самых разных мастей и прежде всего в проблемных странах. После решения вот этой кардинальной проблемы, а без её решения двигаться дальше вообще будет невозможно. Ну как можно двигаться дальше в тех регионах, которые контролируются так называемым исламским государством? Невозможно, там люди бегут оттуда, они уничтожают сотни тысяч людей, взрывают памятники культуры, заживо сжигают людей там или топят их, голову отрезают живым людям. Ну как там жить? Конечно, люди оттуда бегут. Так вот, нужно первое, вместе эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом. Второе, нужно восстановить экономику этих стран и социальную сферу. И только таким образом, относясь с уважением к истории, традициям, к религии этих народов и этих стран, восстановить там государственность и оказать им масштабную экономическую и политическую поддержку. Вот если мы объединим все усилия на этих направлениях, то тогда мы добьемся положительного результата. Если будем действовать разрозненно и будем спорить между собой по поводу квазидемократических принципов и процедур на каких-то территориях, то это нас заведет в еще больший тупик. Но я надеюсь все-таки на позитив и на объединение усилий со всеми нашими партнерами. Владимир Владимирович, можно подключить по поводу квазидемократического государства, потому что из страны России выдается договор о том, что не нужно создавать улучшение политическую традицию. И американцы тоже к этому призывают. Я согласен к вам по влюблению в Сирию и так далее. Поэтому как вы видите, как конкретно может быть создана такая авторитическая традиция? Мы принимаем определенные шаги, причем делаем это публично. Я еще раз, если вас интересуют детали, могу еще раз об этом сказать. Мы действительно хотим создать некую коалицию международную по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В этих целях мы проводим консультации с нашими американскими партнерами. Я лично разговаривал по этому вопросу по телефону с президентом Соединенных Штатов Обамы. Я говорил по этому вопросу с президентом Турции, с руководством Саудовской Аравии, с королем Иордании, с президентом Египта, с другими нашими партнерами. По линии военных ведомств мы поддерживаем контакты. И совсем недавно в Москву съезжались руководители генеральных штабов стран, близлежащих к этим конфликтам. Мы продолжаем политические усилия по объединению, по созданию некой коалиции. Если сегодня невозможно, что называется, организовать совместную работу прямо, скажем, на поле боя между всеми заинтересованными в борьбе с терроризмом странами, то хотя бы необходимо наладить какую-то координацию между ними. Мы пытаемся и предпринимаем усилия в этом направлении. И первые шаги показывают, что в целом, в общем, это, на мой взгляд, возможно. Конечно, мы знаем, что есть разные подходы к событиям в Сирии. Кстати, говорят, бегут-то люди не от режима Башара Асада, а бегут от ИГИЛ, который захватил территории, в том числе значительные территории в Сирии и в Ираке. Просто там зверствуют. Вот и бегут люди оттуда. Но мы понимаем, что необходимы и политические изменения. Мы ведем работу и с нашими партнерами в самой Сирии. И в целом есть понимание, что вот это объединение усилий в борьбе с терроризмом должно идти параллельно с неким политическим процессом в самой Сирии. И президент Сирии, кстати говоря, с этим согласен. Вплоть до проведения досрочных выборов, скажем, в парламент, принятия, налаживания контактов с так называемой здоровой оппозицией, привлечения их к управлению. Но это, прежде всего, вопрос внутрисирийского развития. Мы всячески ничего не навязываем, но готовы способствовать этому внутрисирийскому диалогу. Заемочек, уточнение по этой теме. А Россия готова участвовать в военной операции, если коалиция сложится? Тем более мы несем некую моральную ответственность, если Бегил есть россияне. Готовы ли же, тем более некоторые СМИ уже пишут, что наши авиации туда перебрасывают. Вы знаете, ну, это отдельная тема, да, и мы видим, что сейчас происходит, скажем, американская авиация наносит определенные удары. Пока эффективность невысока этих авиаударов. Но говорить о том, что мы вот готовы сегодня это сделать, пока говорить об этом преждевременно. Но мы и так оказываем достаточно серьезную поддержку и техникой, и подготовкой военнослужащих, вооружением. У нас большие контракты в Сирии были подписаны еще лет 5-7 назад. Мы их все исполняем в полном объеме. Так что мы рассматриваем разные возможности, но пока то, о чем вы сказали, еще у нас на повестке дня не стоит. Мы будем вести консультации и с нашими сирийскими друзьями, и со странами региона. Я уже сказал, с кем мы обмениваемся мнениями по этому вопросу и с кем ведем диалог. Все? Спасибо. Спасибо вам большое.